Привет всем! Прием ингибитора ангитозин-прощающего фермента или блокатора рецепторов ангиотензина-2, страдающим их прогрессирующей хронической болезнью почек, продлевает жизнь. Напротив, прекращение их приема повышает риск смерти и серьезных неблагоприятных событий. Так, риск первых возрастает на 39% и риск вторых от них сильно не отстает, увеличиваясь на 37%. Об этом говорится вот в этой статье. Детально об этих препаратах я говорю в моих видео на этом видео о канале и при желании вы можете с ними познакомиться. Обычно блокадный рецептор ангиотензина-2 назначает тем, у кого развиваются побочные реакции на прием ангиотензин-прощающего фермента. Поскольку в этом случае, а именно лечение данными препаратами пациентов с хронической болезнью почек, речь идет об их долговременном приеме не годами, но даже десятилетиями, мой совет препараты периодически менять. Попринимали ингибитор ангиотензин-прощающего фермента, например, 2 месяца, переходите на блокады рецепторов ангиотензина-2. Также стоит периодически менять ингибиторы ангиотензин-прощающего фермента равно как и блокады рецепторов ангиотензина-2 друг на друга. Проблема в том, что со временем к долго принимаемому лекарственному препарату из этих групп развивается привыкание. Развивается оно по разным механизмам, но вот на время замена его на препарат из другого класса чувствительность восстанавливает. Новость ожидаемая, я бы сказал, хорошо известная, но повторение мать учения, особенно когда надо предупредить прогрессирование хронической болезни почек. Считаю, важно напомнить, что цена всякой медикаментозной терапии ноль без палочки, как любила говорить моя учитель Любовь Трофимовна Малая, если не строится на здоровом образе жизни. Врач лечит, природа исцеляет, и врачебные вмешательства должны обязательно подкрепляться целительными силами природы. Здоровья вам!